Десант иностранных родственников прибыл в Екатеринбург. С юбилеем уральскую столицу поздравят города-побратимы. Представители иностранных мегаполисов дружно намечают маршруты завтрашнего дня и распаковывают подарки. В основном это произведения искусства и книги. Отличился китайский брат. Из Гуанчжоу к нам приехали танцовщики лучшего театра балета страны. Анжела Брик рассматривала праздничные презенты. И как сам город, например, Екатеринбург, он очень освежает. Даже жителям приморского Инчхона в уральской столице дышится свежо. И дело не в климате, а в настроении. Глядя на Екатеринбург свысока, жители городов-побратимов ищут родственные черты. Говорят, он похож на европейскую столицу. Это город, комфортный для проживания. И мне кажется, по архитектуре его лучше сравнить с Берлином, а не с итальянскими городами. На день рождения названного брата побратимы приехали, как и полагается, с подарками. Лаверды от города – книга о Каслинском литье. Но она скорее на память. Ведь самое знаменитое творение уральских мастеров – чугунный павильон – гости увидели своими глазами. Одно из чудес света было создано для Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Осматривая его, итальянские побратимы обещают поделиться опытом проведения экспо. Но уж чего Екатеринбургу точно не занимать, так это радушие. Я за эти два дня уже смог убедиться в радушии, улыбчивости и открытости людей. И эта дружба, с которой они относятся к иностранным гостям, станет дополнительным стимулом к развитию отношений. Делегаты из венгерского города побратима Мишкольца приглядываются к крупнейшему уральскому университету. А африканскому собрату Анабе интересны местные бизнесмены и строители. Ведь город собирается возводить с нуля целый район. Участие в большой стройке – отличная возможность побрататься вновь. Сегодня у делегации деловой день. Стороны заключают договоры и ведут переговоры. А завтра гости большой интернациональной семьей будут отмечать день рождения уральского брата. Анжела Брик и Руслан Шерафудинов. Новости 41-го канала.